Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий ОЛЖАС Байдельдинов. Традиционно мы несколько раз в год подводим определенные итоги того, что происходило на рынке Казахстана, нефтегазовом секторе, в нефтегазовой отрасли. И так уж получилось, что весна достаточно такой жаркой выдалась. И сейчас лето, и уже можно подвести определенные итоги этих ярких событий, которые происходили. Вы видите тему, шапку. Это, конечно же, Кашаган, то, что сейчас происходит с спорами по экологии, по расширению проекта по дальнейшему. Конечно же, это то, что касается нефтегазохимии. Конечно же, это те забастовки, которые были и даже сейчас продолжаются на западе Казахстана. Ну, обо всем давайте подробно о том, что же происходит. Некоторая экспертная оценка. Если вы из нефтегазовой сферы, то послушать какую-то другую точку зрения. Если вы не из нефтегазовой сферы, то в целом о том, что же происходит и куда движется наша отрасль. Ну, давайте начнем. И давайте начнем, наверное, с Кашагана. Как вы знаете, это один из крупнейших проектов. Не только в Казахстане, это один из крупнейших мировых проектов. Общий объем инвестиций, ну, во всяком случае, в ценах, не знаю, пятилетней давности, был озвучен в районе 150 миллиардов долларов. Это вот полное освоение Кашагана, когда он может давать на полке больше 1 миллиона барлей в сутки. Ну, или вблизи этого показателя. Разные там варианты. Есть разные вариации. Сейчас Кашаган прошел первую фазу, первую стадию вот этих работ и должен выходить на вторую. Но здесь упирается все в не очень, скажем так, прогнозируемые вещи. Вот сейчас давайте мы небольшое видео посмотрим о том, вот что сейчас происходит. Вот почему сейчас такое пристальное общественное внимание вот к этому проекту. На казахстанских морских месторождениях используются суда для снабжения островов и эвакуации персонала в случае аварийной ситуации. При критическом падении уровня моря навигация морских судов неосуществима. И продолжать работы становится небезопасно. В связи с этим необходимо понимать причины изменений уровня Каспийского моря. В прошлом уровень Каспия претерпевал значительные изменения. Некоторые геологи полагают, что около 15 тысяч лет назад Каспий простирался на север вплоть до Уральска. При этом Атырау находился бы под водой на глубине 70 метров. Ну, оказывается, вот Атырау был раньше на дне моря, и море доходило до Уральска. Ну, вот Уральска, Ак-Тубей, это вот те регионы, в которых я вырос. О чем говорят сейчас и что сейчас происходит? Для последующей стадии и для разработки этого морского месторождения, шельфового месторождения, необходимо две вещи. Либо рыть каналы, имеется в виду под водой, чтобы углублять дно. Дно углубительной работы, да, есть такой вид строительно-монтажных работ. Либо строить мост, эстакаду, на которую сейчас акцентируют внимание экологи, говорят, что могут различные не очень хорошие события для экологии быть. Почему это происходит? Уходит уровень Каспийского моря. Ну, здесь, в принципе, проблема понятная. Она, наверное, характерна сейчас для всех стран мира. Вы знаете, что сейчас, в принципе, все соседние страны Казахстана, и в том числе, наверное, Казахстан для других стран тоже, отбирают воду для своих нужд, строят гидроэлектростанции. Ну, вот в ролике, вот в этом официальном НСЮСе, его можно найти в Ютубе, у него там 140 тысяч просмотров. Я даже не ожидал, что такое количество у него будет. Но можно посмотреть, он есть там подробно о том, рассказывает, что происходит в такой природной среде. Если коротко, то уменьшается объем воды, которая поступает в Каспийское море. Это крупнейшие реки, плюс это так или иначе антропогенное воздействие вот при Каспийских стран, пяти стран, ну и плюс, естественно, эффекты глобального потепления и так далее. Что это означает и почему это плохо? Дело в том, что Каспийское море в разных участках у него разная глубина. Конкретно там, где разрабатывается Кашаган, есть участки, где глубина моря 3-5 метров, иногда может быть чуть выше. И чем ниже уровень моря опускается, тем более проблематично доставлять туда различные грузы, какую-то технику по морскому пути. Ну, представьте, то есть есть судно, оно, естественно, под физическими законами, оно проседает и, естественно, может садиться на мель. Это создает очень большие проблемы и возможные проблемы в будущем. И вот сейчас возникает вопрос, что делать? Видят нефтяники, что мелеет Каспийское море вот в Казахстанском секторе Каспийского шельфа. И опять-таки, ну, всего лишь два варианта. Либо углублять дно, либо строить мост. Остановились на первом варианте, но вот экологи в Атерау начали возмущаться о том, что это вот вред на различные организмы, которые живут вот на море и так далее. Ну, вот здесь приводились очень разные выводы, доводы. Несколько телеграм-каналов, которые так или иначе внести газовую сферу, они по-разному тоже немного отреагировали на это. Кто-то говорит, что вот эту шумиху подняли компании, которые не выиграли тендер на вот эти работы. И вот, мол, кто-то говорит, что вот, ну, экологическая тема, она очень популярна, и она тоже как бы не бесплатная, и поэтому тоже очень много шумихи. Но в любом случае, давайте посмотрим на эту ситуацию с государственной точки зрения. Как вы знаете, господин Маткомельевич уделяет очень большое внимание развитию нефтегазового сектора. Ну вот, буквально недавно было совещание в онлайн-режиме, и вот слова президента об этом. Давайте посмотрим. Правительство совместно с Акиматом региона должны взять на контроль своевременную реализацию крупных нефтегазовых проектов. Важно своевременно завершить проект расширения в будущем. Также месторождение Кашаган должно быть полностью освоено. Ну, естественно, с государственной точки зрения эти проекты должны быть реализованы. Это миллиардные инвестиции в Казахстан, это доверие инвесторов, это повышение и улучшение инвест-климата, который есть. Почему отказываются, скажем так, и говорят, что строительство моста все-таки это неосуществимо? Ну, это порядка двух миллиардов долларов. То есть остров находится на определенном одолении от берега. Строить его, возможно, гораздо больше негативный эффект на экологию, чем просто, скажем, углублять дно для судоходных каналов. И, конечно же, здесь нужен какой-то компромисс. Ну, как видим, президент говорит о том, что проект расширения должен быть завершен. Нужно пристальное внимание уделить крупным проектам, которые сейчас реализуются в Казахстане. Причина, в принципе, понятна тоже. Почти на 50% в 2020 году упали иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Казахстана. Ну, в том числе по причине эпидемии, которая была, в том числе и из-за падения цен. Ну, есть, конечно же, и другие факторы. Но вот, как видим, такое внимание, оно, конечно же, говорит о том, что все это рассматривается на самом высоком уровне. И все эти проекты находятся под пристальным вниманием не только экологов, не только общественности, но и руководствам нашей страны. И, конечно же, здесь однозначно сказать, что давайте делать вот это, ну, инвесторам я веду, да, или давайте делать вот так, не очень будет правильно и не очень будет корректно, и не очень в целом-то есть какие-то юридические права для этого, потому что разрабатываются эти крупные проекты на условиях СРП, соглашения о разделе продукции, они были ратифицированы парламентом, и вот эти фазы расширения, они так или иначе влияют и на вот эту прибыльную долю Казахстана, которая будет в будущем. То есть, если этот проект будет замедляться, если в него будет уменьшаться количество инвестиций, то наша доля Казахстана, как вот в этой прибыли, скажем, да, в распределении вот этой нефти, она будет либо уменьшаться, либо будет поступать, ну, гораздо позже. Естественно, Казахстан заинтересован в том, чтобы эти проекты были реализованы, ну, я сам как нефтяник скажу, конечно же, что в целом и нефтегазовая промышленность, и вообще человеческий вид, да, он вреден для природы, здесь не бывает по-другому. Мы мусорим, мы что-то загрязняем и так далее, но здесь нужно найти компромисс. И если рассматривать с точки зрения, опять-таки, общих интересов, то, конечно же, рабочие места, инвестиции и добыча нефти будут более важными, чем вот вопросы экологии, при том, что, ну, понятно, что НСУСи достаточно такая экологически ответственная компания, это консорциум, который состоит из крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Я думаю, что если они говорят, что вот все просчитано и будет наименьший там эффект, наименьший вред, то, наверное, им следует поверить. Но, во всяком случае, я как нефтяник им доверяю. Я помню, по-моему, когда в 2019 году был инцидент, помните, вот, Каламкас, месторождение такое-то в Мангистауской области, там было возгорание, проводили разведочные работы. Ну, это проводилось на объектах частных нефтяных компаний, и при разведке, это всегда ситуация, как бывает, пробурились в газовую шапку, и там несколько дней горело вот это пламя. Меня приглашали на дискуссию, на дебаты, они также были на Атамикенбизнес, и вот я встречался с экологами, скажем так, в онлайн-режиме, которые говорили, вот эта авария, это непоправимый урон для экологии области и так далее. Я говорил и спрашивал у этих экологов, я говорю, вы были в этой местности? Ну, откройте гугл-карты и посмотрите, это пустыня, либо полупустыня, это 500 километров от города. Там из биологического разнообразия 500 видов комаров только, наверное, и все, больше ничего нет. Ну, то есть здесь нужно понимать, что да, есть вопросы экологии, но когда экологи не только к НСУС, а вообще в целом какой-либо нефтяной компании говорят, вы там делаете то, давайте вот это приостановите, здесь, наверное, нужно такой простой флешмоб им устроить, да, ну, я не знаю, выйти на берег Каспия там и смотреть на него там условно с 8 вечера, с 8 утра до 8 вечера, собрать всех людей, кто вот за эту экологию, делать это ежедневно, а потом присоединить туда вот этих нефтяников, которые должны были бы там работать и сказать, что вот смотрите на море, зарплаты не будет и вот смотрите на это там несколько лет, не то, что несколько лет, десятилетия, да, смотрите, вот, зато у нас будет чистое море. Ну, вот примерно так я это вижу ситуацию, конечно, у экологов может быть другая точка зрения, но здесь вопросы либо производства и инвестиций, либо вот, ну, какого-то антропогенного воздействия. И в одном из телеграм-каналов, кстати, тоже справедливо ответили, почему не было такой шумихи, когда на другом крупном проекте ТШО проводили примерно такие же работы, там для доставки негабаритных грузов также рыли каналы, по-моему, около 120 километров было прорыто, это опять-таки инвестиции, это опять-таки какое-то, ну, антропогенное воздействие, но при этом такой шумихи вот вокруг этого проекта не было. Ну, вот, конечно, это вопрос, и мы к этому еще вернемся, но в целом подчеркну, что есть поручение президента о том, что нефтегазовые проекты крупные должны быть завершены в срок, должны осваиваться в срок, так что я думаю, что, ну, будет достигнуто здесь такое компромиссное решение, да. Также президент вот на входе этой онлайн-встречи сказал о нефтегазохимических проектах, ну, достаточно такая критика была вот того, что сейчас реализуется. Я напомню, у нас сейчас в Казахстане несколько крупных проектов нефтегазохимии реализуются, это Ватерау, первый интегрированный нефтегазохимический комплекс, он, кстати, освещался нашим телеканалом, мы ездили на эту площадку, можно посмотреть в архивах, в YouTube и официальные интернет-страницы InBusiness.kz. А также это проект в Шемкенте, реализуется в Шемкентской химической компании. И есть еще несколько, скажем так, проектов, которые так или иначе либо на стадии проектирования, либо уже на стадии реализации. Но при этом президент Касымжеван Кемедич Каваттукаев достаточно справедливо отметил, что поручения были уже давно даны, деньги на это были выделены на создание инфраструктуры, но вот нефтегазохимических предприятий в Казахстане так или иначе, вот в том представлении, да, скажем, в техническом переделе еще не запущены. И вот нужно с этим что-то делать и нужно ускоряться. Ну, я подчеркну, мы нефтегазохимии очень много передач посвящали. Это как раз-таки, наверное, тот путь, который Казахстан в итоге определит и выберет со временем, потому что то, что сейчас происходит в Европе с точки зрения нефтегазового спроса, это, конечно, ну такой очень нервозный сценарий, потому что некоторые нефтеперерабатывающие заводы начинают закрываться. Это действительно так, я проверял всю эту информацию. Ну, то есть не какой-то вот сборник и яркие там вспышки, да, вот что, вот это, вот это, вот это и там кажется, что уже конец. Нет, я искал эту информацию и реально на многих европейских НПЗ сейчас проблемы с загрузкой, потому что смещается спрос, улучшаются технологии, и не все заводы могут конкурировать, и вот эта маржа в нефтепереработке, она ежегодно снижается. Теперь представьте, что будет через там 10-15 лет, когда изменится несколько структур, да, а у нас нефть идет именно в европейском направлении, основные потоки, в Китае мы направляем немного. То есть здесь у нас станет вопрос, что делать с нефтью, и что делать с теми крупными проектами, которые будут реализованы, да, вот, ну, по расширению там того же Тингиза, Карачаганака, Кашагана. Ну, Карачаганак может быть немного, там стабилизация добычи, но в любом случае с этой нефтью нужно будет что-то делать. И нефтегазохимия это как раз-таки ответ на то, что делать. И эти цифры мы неоднократно приводили. Одно рабочее место в нефтегазохимии, это примерно 7-8 рабочих мест, сопутствующих в различных производствах. Сейчас вот если вы оглянетесь вокруг себя, то 4 из 5 предметов сделано из продуктов нефтегазохимии. Все, что связано с пластмассами, там, различная ароматика, вот это все нефтегазохимия, автомобили, компьютеры. И вот это как раз-таки, наверное, то, куда Казахстан должен двигаться, поэтому сейчас вот такое внимание этому уделяется. Но мы будем надеяться на то, что это, скажем так, внимание уже в этом году будет, это поручение уже в этом году будет реализовано, потому что в целом проекты такие, на финишной прямой, но крупные. Ну и в завершение, конечно же, мы поговорим о забастовках, которые прокатились по западу Казахстана. Не носили они какой-то прям сильно массовый характер, но локально они были и, естественно, в СМИ преподносились в очень ярких красках, что ущемляют рабочих. Ну, здесь уже разный интерес. Если это казахстанские рабочие, которые работают, например, в иностранных компаниях, говорили, что иностранцы ущемляют. Если это в дочерних компаниях, в ДЗО, дочернозависимых компаниях Казмной Газы, то говорили о том, что это национальная компания не создает условия. Много вот таких ситуаций было. Вот буквально недавно на объектах Мунаи Телеком, давайте посмотрим вот эти видео, также объявили о забастовке, ну, несколько коротких видео. Мунаи Телеком. Сегодня я был 27.05.2021, я был в СМИ, ауксорсник, жигиттеры, 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 каламкасты, колдайны, ну, вот такие видео и достаточно в красочных таких эпизодах, этюдах, да, они преподносились о том, что, ну, вот не платят деньги, нефтяники жируют и так далее. Здесь может быть, конечно, несколько точек зрения на все это. Я сам работал руководителем в одной из сервисных компаний и прекрасно понимаю, что такое, когда приходит там человек 50 буровиков и говорят, что нам не хватает зарплаты, повысите нам, или мы сейчас не поедем на вахту. Вот следует разделять, наверное, какие-то забастовки, переговоры, какие-то требования в каких-то таких законодательных рамках, да, которые должны быть, да, в целом, в цивилизованном обществе. И вот некоторой такой формы шантажа, когда вот, ну, начинают шантажировать, говорят, мы не выйдем на работу, производство встанет и так далее. И, в принципе, вот те забастовки, которые были на западе Казахстана, они в основном вот именно такой характер и носили. Простаивало какое-то производство, не выходили на работы и не выполнялись какие-то объемы, и, конечно же, это убытки или упущенная прибыль компании, которая здесь есть. Для понимания, да, что такое структура нефтегазовой отрасли. Есть недропользователи, это нефтедобывающие компании. Как правило, они не осуществляют работы на своих объектах, потому что буровое оборудование другое, оно очень дорогое, и оно зачастую не окупается, если оно вот в пределах одного какого-то месторождения, группы месторождений. То есть это оборудование должно постоянно работать. Есть нефтесервисные компании, которые вот оказывают эти работы. Они бурят, возят персонал, занимаются кейтерингом, кормят рабочих, и какие-то другие различные виды услуг осуществляют. Вот эти забастовки, которые были, они находились не на уровне нефтедобывающих компаний, они не были не на уровне нефтесервисных компаний, скорее это даже, наверное, можно назвать такой третий уровень вот этого нефтесервиса, который есть. Ну и, как видим, это все-таки не такие большие или какие-то стихийные забастовки, потому что в целом заработная плата в нефтедобывающей отрасли, она достаточно высокая. Но Атарауская область, это стабильно тройка лидеров в Казахстане по уровню заработной платы, потому что там нефтяные компании достаточно хорошую зарплату платят. Я не буду говорить в целях рекламы. На объектах компании мы были вот в позапрошлом году до пандемии, но я скажу, что в столовой этой компании подают стейк из семги, а по пятницам там бешбармак. То есть там кормят рабочих очень хорошо. Здесь в Нур-Султане на строительных объектах люди могут получать иногда и меньше, ну и, соответственно, заботиться о них не так будет. Но при этом рабочие, конечно же, хотят и требуют повышения заработной платы. Конкретно по Мунай-Телекому, я, насколько знаю, ситуация связана не с основным производственным персоналом, а по той программе, которая действовала в системе НК, в системе национальной компании, в предыдущие годы 5.50. То есть тогда был избыточный штат людей, вы помните, наверное, там события вот эти также происходили. И людям предложили вариант. Выходите на пенсию сейчас, да, по собственному желанию, скажем так, это можно было сделать, и получаете в течение 5 лет 50% от заработной платы. При этом занимайтесь чем хотите. Хотите, не знаю, отдыхайте, хотите, выходите на другую работу и так далее. И вот эта забастовка была связана с тем, что люди не очень довольны тем, что вот эта программа заканчивается и хотят, чтобы она продолжалась, во-первых. Во-вторых, хотят получать на уровне персонала, который вот работает, потому что был некоторый пересмотр. Ну, я здесь, наверное, руководство компаний и нефтесервисных компаний поддержу, потому что повышение заработной платы в период пандемии, в период, когда падают цены на нефтегаз, когда нефтесервисным компаниям не очень-то хорошо, об этом все говорят. Ну, вы помните, в прошлом году, в позапрошлом году нефтесервисные компании обращались в правительство с просьбой предоставить им налоговые льготы, ну, как бы не пошли на это. То есть в этих условиях говорить о том, что вот давайте повысим нам зарплату, не очень правильно. Сейчас не тот период, когда компании могут повышать кому-то заработную плату, потому что, ну, здесь, как в той поговорке, да, не до жиру быть бы живы. То есть, ну, не та ситуация. Но при этом, вот, конечно же, такие забастовки будут продолжаться, и нужно быть к ним готовым, нужно уже нормально, наверное, к ним относиться, вот, ну, я имею в виду представителям СМИ, да, вот, не раздувать из мухи слона. И я всегда, когда вот у меня такие спорные оценки возникают, я пытаюсь найти вот какие-то документы государственные о том, что же вот, куда государственная политика движется. Ну, есть программный документ, послание президента, Нурсана Абишчина-Зарбаева, это, по-моему, 11-й или 12-й год, общества всеобщего труда. Можно прочитать, перечитать ее и понять, что все эти конфликты, они были еще тогда спрогнозированы, и говорилось о том, что вот эти иждивенческие настроения, либо вот эти различные требования и так далее, они все-таки должны быть уже немного ограничены. И здесь, наверное, нужно смотреть на протестующих, да, ну ладно, на забастовщиков, назовем так. Наверное, с несколько другой точки зрения, возможно, с точки зрения человеческого капитала, и давать им, как говорится, не деньги, да, а удочку, то есть учить их какой-то другой специальности, какой-то другой профессии, чтобы они не выходили и не требовали. Ну и здесь, конечно же, нужно понимать, что есть, как в том фильме, да, эффект бабочки, взмах бабочки на одном конце, там, земного шара приводит к урагану на другом. Если вот эти забастовки, вот эти различные такие шантажи, вот такие вещи, да, будут удовлетворяться в полном объеме работодателями, если на них будут, если на эти уступки будут идти, то нужно понимать, что это продлится и будет распространяться на другие компании. А это в конечном итоге, кстати, приведет и к росту цен на бензин. Ну, давайте на этом завершим нашу программу. Мы, кстати, пригласили вот по вот этим нашим трем темам гостей, очень представительных в ближайшее время, вот после вот этих всех пандемий и так далее. Я надеюсь, что они придут к нам в студию, либо выйдут к нам онлайн. Я напомню, это программа Байделинов нефть. Увидимся через неделю на Atomicent Business.